Позвольте поделиться некоторыми личными соображениями. Позвольте поделиться некоторыми мыслями по данному вопросу. Принимать мученическую смерть за свои убеждения я бы, наверное, не захотел, хотя у ряда людей эсхатология такие намерения выявила. Итак, Церковь и Израиль, что об этом сказать? Полагаю, что во многом это внутренняя полемика. Ибо библиологи придерживаются самых разных взглядов на данную проблему, а это служит отражением разнообразия подходов не только к экзегетике, но и к библейскому богословию. Текст 1 Петра 2, 9 и 10, на мой взгляд, обращен к христианам как из евреев, так и из язычников, то есть к смешанной аудитории. И хотя апостолы Петра характеризуют прежде всего как посланника для обрезанных, исключительно таковым он не является. Достаточно вспомнить, как он принес Евангелие в языческий мир через благовестие Корнилию в Деяниях 10. Поэтому наиболее логичным представляется толкование Петра 2, 9 и 10, которое предполагает смешанную аудиторию, особенно когда апостол обращается к разным церквям в Малой Асии, где христианские общины состояли из верующих, как из числа евреев, так и из числа язычников. Толкование Галатам 6, 16 кажется мне гораздо более последовательным, если рассматривать этот текст как обращение к христианам-евреям, а не церкви в целом. Поэтому мне, например, не вполне импонирует отождествление церкви с Новым Израилем. Таким образом, в этом вопросе я расхожусь во взглядах со своим преподавателем Биллом Дамбролом. А также своим бывшим директором Броттоном Ноксом. Хотя мне, конечно, хотелось бы поддержать, отмеченное Дональдом Робинсоном, Дональда Уильяма Брэдли Робинсона, противопоставление Лауэй, Лаос. Когда я анализирую картину последнего времени, представленную в Откровении 21 и 22, то она отражает единство. Там один град Божий, одна невеста. В основании Святого Града 12 колен Израилевых, согласно тексту. А также 12 врат и 12 апостолов, но в конечном итоге это некий единый образ. Учитывая это, я предпочел бы такой вариант перевода. «И он будет обитать с ними, они будут его народом». Точка. Рассматривая все это в совокупности, я прихожу к следующему выводу. В Новом Завете нам представлен восстановленный, воссозданный Израиль, который теперь включает в себя язычников. Пользуясь образами, которые нам рисует апостол Павел в Римлянам 9-11, язычники вошли сюда, привившись к хорошей маслине. Мы, как мне кажется, недостаточно исследовали маслину и ветви. Помните, я говорил, что наша общность в Новом Завете описана сотней образов. Мы склонны акцентировать лишь некоторые из них, например, церковь, и подвергать глубокому концептуальному анализу. Тогда как исследовать стоило бы все эти образы. Отдельно и во взаимосвязи, поскольку в Божьем Откровении, на мой взгляд, картина выглядит гораздо насыщенней. Мне нравится высказывание по этому поводу Майкла Хоттена. В его книге «Бог обетования», который лично я нахожу, весьма полезный. Он пишет, церковь не превосходит Израиль, а расширяет его за счет включения верующих из язычников. Ведь говоря об Израиле, даже в Ветхом Завете приходится различать эмпирический Израиль, как он проявляет себя на земле, поклоняясь Яхве или Ваалу, и идеальный Израиль, то есть тех, кто продолжает хранить Завет. Именно о последнем, на мой взгляд, говорит Хоттен. Именно его, вероятнее всего, имеет в виду апостол Павел. В частности, в послании к римлянам, в главах с 9 по 11, где Павел пишет, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Некоторые трактуют это как численное дополнение Божьего народа. Однако мысль, как мне представляется, такова. Обращение язычников возбудит у евреев дух ревности, и они начнут активно обращаться ко Христу, пока не обратятся все. Таким образом, в конечном итоге войдет не только полное число евреев, но и полное число язычников. Ибо, как говорится в Писании, дары и призвания Божия не приложены. Бог всегда исполняет свое обетование. Выражаясь иначе, данный подход не согласуется ни с богословием замещения или заместительным богословием, ни, кстати, с классическим диспенсационализмом, предполагающим два Божьих народа. На мой взгляд, он ближе всего к третьей позиции в списке из вашего пособия к курсу. Итак, здесь записано, что Иисус – это Израиль. Быть его членом – значит относиться к Израилю, быть привитым к маслине. Для обращенных из язычников – это высочайшая честь, дарованная через Евангелие. При этом не стоит забывать, что Новый Завет открывает нам понятия не менее значимые, чем в Церкови Израиль. А забываем мы об этом нередко. Так вот, там есть и более обширные понятия, такие, например, как «народ Божий» или «один новый человек». Далее, «невеста Христова» – это более обширное понятие. Дети Авраама, верующие как из евреев, так и из язычников – более обширное понятие. Прежде чем мы перейдем к вопросам, немного подытожу. В развитии Божьего проекта я в конце концов вижу один народ, один град, один новый. Иерусалим – одну невесту. Но народ этот включает в себя разные группы, верующие евреи и верующие из язычников. Если это так, то разная этническая принадлежность входит в Божий творческий замысел. И грядущий мир ее не изгладит. В том смысле, что все свое этническое богатство мы принесем с собой в Новый Иерусалим, в который войдет даже богатство и слава царей народов. Таким образом, для меня церковь – не Новый Израиль. В качестве дополнительных штрихов к картине, которую я пытаюсь нарисовать, хотелось бы предложить слова апостола Павла из послания к Ефесиным. Ефесиным 2, 2 и 3. Согласитесь вы со мной или нет, все же постарайтесь уловить мою мысль в понимании данного текста. В 19 стихе 2 главы Павел говорит, «Итак, вы…» Он обращается к язычникам. «Уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым». Слово «святые» в Ефесином, как правило, обозначает «христиан из евреев». «Итак, сограждане святым и свои Богу были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». «Таким образом, есть верующие из язычников и святые, но есть один храм», говорит апостол, «один храм». Равно как в другом тексте он говорит об одном новом человеке. А потом он продолжает стих 1 главы 3, «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Он никогда не забывал о том, что евреи, и о том, что его читатели в Ефесе преимущественно язычники. Хотя для спасения подобное разграничение, разумеется, никакого значения не имело. Равно как и эмпирическая реальность, на мой взгляд, в сознании апостола продолжала существовать. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok